Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в сегодняшнем разборе мы с вами будем изучать приятную, лайтовую, вообще такую вайбовую песню Леонида Агутина «На сиреневой луне». Мне кажется, эта песня зайдет всем, кому понравилась песня «Моя любит живет на пятом этаже». Кстати, мы делали на нее разбор, можешь посмотреть. Потом эту песню можешь играть всем своим друзьям, и, самое главное, родителям и родственникам, которые постоянно тебя докапывают. Ну, сыграй нам что-нибудь. Поэтому сейчас садись поудобнее, бери укулельку в руки и погнали учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Давайте для начала с вами разберем аккорды, потом уже будем делать шайтан-машину в правой руке. Первый аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а далее вторая струна на третьем. Следующий аккорд, аккорд D. Зажимаем с вами третью, четвертую и вторую струну на втором ладу. То есть получается вот все в ряд. Следующий аккорд, аккорд E. Зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Получается такая лестница. Следующий аккорд, аккорд C. Суперпростой. Зажимаем первую струну на третьем ладу. И в конце у нас с вами будет аккорд B7. Ваш любимый аккорд, я знаю. Зажимаем с вами указательным пальчиком баре на втором ладу. У кого, кстати, проблемы с баре, вы можете посмотреть отдельный видео урок, там все понятно я показываю. И зажимаем к этой конструкции третью струну на третьем ладу. То есть такой вот неуверенный к себе аккордик. Можете зажимать вот так вот, можете зажимать как-то вот так вот, кому как удобно. Самое главное, чтобы сильно сюда не передавливали, от этого звука лучше не станет. Вот, в принципе, и все аккорды. Давайте повторим, что у нас получается. С, G, D, E, M, C и B7 в конце. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в куплете, в припеве и в переходе, таком неком, они меняются. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы все сыграть, как написано по раздатке. Кстати, раздачные материалы можете получать по подписке на Boosty, можете это, кстати, сделать и быть в шоколаде. Друзья, у меня для вас радостная новость, ты до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что ты типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну, а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Давайте посмотрим правую руку, на ней и строится вся вот эта магия, все вот это волшебство песни. Во-первых, я вам показываю сейчас все рисунки, как бы они писались, как бы они игрались, если мы играли бы обычным боем. Да, вот написано как удар вниз, а, соответственно, мы будем делать удар вниз. Например, там вниз, заглушка вверх, вверх, заглушка. Ух, как круто! Но я предлагаю все вот эти ритмы боя поменять на щипок. Очень прикольная штука, мне в последнее время дуже нравится, крутая вещь. Что такое щипок? Это когда мы с вами все струны или какие-то определенные щипаем одновременно. Из-за этого звук у нас более объемный, более масштабный. Обычно щипок пишут в скобочках, поэтому любое удар, неважно вверх или вниз, мы можем поменять на щипок, на полный щипок. То есть мы будем щипать сразу все струны. Обратите внимание, то есть у меня каждый палец отвечает за свою струну, большой, за четвертую струну, и дальше по порядку. Очень быстрое и мягкое движение, то есть я не вырываю ничего. Не делаю такую высокую амплитуду, просто бац, соскользнули, поставили обратно. Никак внутрь не задеваю, не просовываю пальцы в струны, нет. Очень спокойненько, аккуратненько, да, вот кончиком пальца. У кого, если длинные ногти, можете и ногтями длинными играть, ну я играю так. Обратите внимание действия, какое я произвожу. То есть у меня большой пальчик ударяет как бы вниз, даже может чуть-чуть в бок, а остальные пальцы наоборот к нему навстречу, наверх. И получается вот такое движение, да, крест-накрест. Поиграйте отдельно, если вы до этого никогда не играли щипок, и проследите, чтобы у вас не было такого, что какая-то струна звучит громче на фоне остальных. То есть все у нас единой громкости, единым полотном. Так, я надеюсь, с этим понятно. А теперь разберем варианты боя, которые можно здесь играть. По факту вы можете взять один бой, играть от начала до конца им. Можете менять соответствие, что за часть у вас песни. В общем, креатив, ребятки. Кстати, вот я купила себе новое колечко. Посмотрите, пожалуйста, как он вам, и напишите мне в комментариях. Вне зависимости, какой рисунок выберете, вам нужно знать его ритмику. Поэтому давайте будем ее изучать. Итак, первый рисунок звучит так. Вниз заглушка, вверх, вверх, заглушка. Давайте поменяем эти удары на щипок. То есть... И как я в случае с щипком делаю глушение? Я играю у начала грифа. Соответственно, когда я возвращаю пальцы на струны, то у меня получается такой звук, как бы постукивание. И вот это постукивание нам заменяет обычное глушение, которое мы привыкли делать так. И того получается... Вы можете, конечно, сейчас просто на слух это запомнить. Окей, но лучше смотрите прям по счету, по ритму. То есть там-та-та-пум, там-та-та-пум. Если вы выберете этот рисунок, вам нужно его играть один раз на один аккорд. Не застилая горизонт твоей луны, которой нет, открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет и так далее. Если вы чувствуете, что вот вам нравится этот рисунок, но он как-то не полно звучит, да, вот какого-то элемента не хватает, то тогда вы можете к этому же рисунку сделать еще одно действие. Кто будет играть боем, это удар наверх. Кто играет щипок, просто играем еще дополнительный щипок. И получается следующим образом. Если играем боем, то... То играет щипком, то... Очень мелкая моторика, быстрая реакция. Если у вас не получается играть, как я, в таком темпе, отдельно поиграйте, пожалуйста. Не застилая горизонт твоей луны, которой нет, открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет и так далее. Видите, уже поплотнее, да, звук уже очень интересный. Пробуйте, смотрите, как вам удобно. И третий вариант, я его называю больше уже hard режим, когда мы добавляем еще какие-то мелкие щипочки, и тогда вообще полноценно звучит. Более подробно разберем, что делаем. Во-первых, по ударам. Вниз, вверх, заглушка, вверх, вверх, заглушка, вверх. Обратите внимание, что в этом бое у меня не просто так, между какими-то ударами и оглушениями, есть некое пространство. Это такая некая пауза. Это пауза, поэтому, пожалуйста, ее тоже сохраните. Ну или хотя бы на слух запомните вот этот ритм, который я играю. Еще раз. Что с щипком? Как это будет звучать опять со словами и с аккордами? Что-то видите, пока я вам тут объясняла до этого, уже сама запуталась. Ну ладно, давайте сейчас с вами соберем вместе куплет и такой некий переход. Не застилая горизонт твоей луны, которой нет, Открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет. Там на сиреневой луне ты так хотела быть одна, Не забывая обо мне, ты засыпала у окна. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, Ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, Ты позабыла все так легко. И у нас дальше с вами пойдет припев. И будьте, пожалуйста, внимательны, когда у нас будет с вами связка такая, где Е, М и Д, Вот на слова «может только на мгновенье», «только каплю сожаленья» вот эти строчки. Мы там играем очень интересную штуку. На Е, М мы играем полностью выбранный вами бой. «Только каплю сожаленья» И как бы все, у нас бой закончился на этот аккорд. Играем аккорд Д, просто один расщепок. Все, дальше на аккорд Д ничего тут не играем. То есть смотрите там, «может только на мгновенье». И дальше пошел уже полностью для каждого аккорда полноценный бой. Только в этом моменте на вот эти две строчки. Еще раз, «может только на мгновенье», «только каплю сожаленья» аккорды играем просто одним щепком. Вот так вот. «Ты забудешь обо мне» «На сиреневой луне», «может только на мгновенье», «оставляя для меня» «только тоненькую нить», «только каплю сожаленья». Дальше таким же образом играются куплет и припев следующие. Давайте, в принципе, вот сейчас остаток покажу, как будет звучать, и потом полностью мы уже все соберем. Там ярче солнце и теплее, там нет ни снега, ни дождя, там на сиреневой луне ты позабудешь про меня, лишь на минуту променяв волнение сердца твоего на ту планету без дождя, где будет все и ничего. И пошел опять переход этот, да? Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. А тем же самым образом поем припев. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаленья. Агаски, потом пойдет у нас с вами третий недокуплет. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. И пойдет опять припев, собственно, и в целом будет песня готова. Смотрите, какой еще нюансик, момент могу добавить, чтобы вообще было шикардятино по звучанию. Вам не обязательно постоянно играть щипок прям полный, как мы говорили ранее. Это база, это, скажем так, основа. Это база. В каких-то моментах на какие-то аккорды вы можете играть просто нижние три струны. То есть четвертую не задевать, ничего страшного не произойдет, даже будет интереснее звучать, что на какой-то аккорд вы играете полностью щипок, на какой-то вы играете только нижние три струны. Давайте теперь мы соберем с вами от начала до конца, как же будет звучать у вас эта песня. Не застилая горизонт твоей луны, которой нет, открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет, там на сиреневой луне ты так хотела быть одна. Не забывая обо мне, ты засыпала у окна. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. там ярче солнца и теплее, там нет ни снега, ни дождя, там на сиреневой луне ты позабудешь про меня. Лишь на минуту променяв волнение сердца твоего на ту планету без дождя, где будет все и ничего. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Если у вас остались какие-то вопросы по песне, то обязательно потыкайте по тайм-коду, я все подписала, расписала, ну или же пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Также напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также напоминаю, что вы можете заходить в плейлисты на канале, там очень много всего можно найти по разным жанрам, стилистикам, по разбору по табам, но самое главное, музыкальная теория ваша любимая. Вот заходите и учись. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех бустов, которые помогают мне сейчас выпускать эти видосики. За меня они получают раздачный материал, приятные ништяки, но самое главное, мое прочтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok